10 мая 1923-го советский полномочный представитель в Италии Васлав Вацлович Воровский приехал в соседнюю Швейцарию, в город Лозанну, на международную конференцию, где решалась судьба Турции, которая вместе с Кайзеровской Германией и Австро-Венгрией проиграла Первую мировую войну. Обсуждались не только будущие границы Турции. Предстояло решить важный и болезненный вопрос о режиме судоходства в стратегически важных Черноморских проливах. Вопрос, крайне важный для России, как морской державы. Но никто не знал, что советскому полпреду Воровскому это будет стоить жизни. Когда в 1914-м вспыхнула Первая мировая, турки начали минировать стратегически важные проливы, чтобы запереть Россию в Черном море. Царская Россия лишилась возможности экспортировать зерно и получать от союзников по Антанте необходимое ей оружие. Ахмед Джамаль Паша, военно-морской министр Турции, заявил, «Россия – наш вечный враг». Турецкий флот начал боевые действия в Черном море. 29 октября 1914 года турецкие корабли обстреляли Севастополь. После Первой мировой войны Советская Россия, как черноморская держава, желала получить право свободного судоходства через проливы Босфор и Дарданеллы, включая, конечно же, и проход российских военных кораблей. А вот права не черноморских держав подлежали ограничению. Но Европа пыталась все решить без участия Москвы. Вечером Воровский, которому предстояло отстаивать советскую позицию, ужинал с коллегами в ресторане отеля «Сесиль», где остановилась делегация. Палпреду Воровскому угрожали. Он сообщил в Москву. «Поведение швейцарского правительства есть позорное нарушение данных в начале конференции гарантий. И всякое нападение на нас в этой архи-благоустроенной стране возможно только сведомо и попустительство властей». В начале 10-го бывший офицер Белой армии Морис Конраде, который жил в Цюрихе, подошел к нему и выстрелил Воровскому в затылок. Потом Конраде всадил две пули, вседевшего рядом корреспондента российского агентства новостей «Рост» Ивана Львовича Аренса. Попал ему в плечо и бедро. Помощник полпреда Максим Анатольевич Девельковский пытался его обезоружить, но Конраде выстрелил из него. Девельковский и Аренс выжили. Воровский был убит. Морис Конраде даже не пытался избежать ареста. Очень довольный собой, сказал швейцарским полицейским, «Я сделал доброе дело. Русские большевики погубили всю Европу». Васил Воровский писал стихи и прозу, вполне мог стать профессиональным литератором, но поступил на физико-математический факультет Московского университета, а через год перешел в Московское техническое училище. Отец хотел, чтобы он стал инженером. Увлекся революционными идеями, и его арестовали. Бунтовщиками-революционерами занималась охранка – отделение по охранению общественной безопасности и порядка Департамента полиции. Передовым по части политического розыска считалось Московское отделение. Здесь самой заметной фигурой был Сергей Васильевич Зубатов. Он наладил регистрацию подпольщиков, на них составляли справки и прикладывали фотографические снимки. Учил коллег конспирации и умению беречь агентуру. Зубатов обратил на себя внимание умением склонять членов революционных организаций к сотрудничеству. Вспоминал глава Московского охранного отделения Павел Павлович Заварсин. Но с Воровским у полковника Зубатова не получилось. Воровский отказался стать осведомителем. Ссылку отбывал в Вятской губернии. В общем, я не могу вспомнить ссылку лихом, вспоминал Воровский. Я имел возможность сосредоточиться, углубиться в науке, прочел очень многое с большой пользой для себя. В 912-м он вновь был арестован. На сервис отбывал ссылку в Вологодской губернии. Потом уехал в Швейцарию, где примкнул к вождю большевиков Владимир Ильичу Ленину. Когда началась Первая мировая, самым неприятным сюрпризом для Воровского, как и для других социалистов, было то, что солидарность пролетариата, в которую они верили, оказалась мифом. В Германии, где было так развито рабочее движение, ни одна сколько-нибудь влиятельная сила не возразила против начала Первой мировой войны. Даже влиятельная партия немецких социал-демократов, считавшихся противниками военных конфликтов. Большевики с изумлением и возмущением читали произнесенную 4 августа 1914 года в Рейхстаге речь лидера фракции социал-демократов Хуга Хазе, считавшегося пацифистом. «Нам грозят ужасы вражеского нашествия. В случае победы русского деспотизма, запятнавшего себя кровью лучших сынов своей страны, наш свободный народ может потерять многое, если не все. В минуту опасности мы не бросим нашу родину на произвол судьбы. Мы голосуем за военные кредиты». В Швейцарии мигранты образовали Бернскую комиссию интеллектуальной помощи военнопленным при Комитете заграничных организаций РСДРП. Переписывались с попавшими в плен солдатами русской армии, посылали им книги. Вести из России приходили нерадостные. Социал-демократы или отбывали тюремный срок, или отошли от революционной деятельности. В 916-м иммигранты несколько воспряли духом. В начале войны европейская молодежь считала насилие спасением от одрехлевших оков старого мира. Но после первых двух лет боевых действий воодушевление и восторг испарились. Ход мировой войны стал подавать большевикам некую надежду. Но никто не рассчитывал, что перемены и какие произойдут так быстро. После февральской революции в Стокгольме по предложению Ленина образовали заграничные правительства партии большевиков. В него вошли Вацлав Вацлавович Воровский, владевший десятком европейских языков, Яков Станиславович Ганецкий и Карл Бернгардович Радек. Они издавали бюллетень «Русская корреспонденция правды» и «Вестник русской революции». После Октябрьской революции Воровского утвердили полпредом в Скандинавии. Он получил верительные грамоты полномочного представителя народного комиссара по иностранным делам в скандинавских странах и успешно исполнял свои обязанности. Воровский помогал русским военнопленным, которые вырвались из немецких лагерей и хотели вернуться на родину. Вел деловые переговоры о закупке необходимых России продовольствия и семян, промышленной и сельскохозяйственной техники. Профессор-гидролог Павел Владимирович Атоцкий, который жил в Стокгольме, вспоминал, что Воровского просто осаждали в Стокгольме просьбами помочь уладить личные и семейные дела. И всякий встречал тогда самое доброе участие и помощь. Мне пришлось два раза обращаться к Воровскому. И оба раза я забывал, что передо мною большевик, политический противник. Столько в нем было душевной деликатности, такта, широкой терпимости к убеждениям и доброты. Образованные большевики, знающие иностранные языки, ценились на вес золота. Будущего наркома иностранных дел Максима Максимовича Литвинову командировали в Швецию. В помощь Вацлаву Воровскому, который должен был установить контакты с державами Антанты и предложить им прекратить враждебные действия против советской России. Но он мало что успел сделать. Мир не признал ни власть большевиков, ни сформированное ими в Петрограде правительство. Совет народных комиссаров. 21 ноября 1917 года нарком по иностранным делам Лев Давидович Троцкий разослал иностранным послам принятый съездом Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов декрет о мире и предложил немедленно объявить перемирие и начать переговоры об окончании войны с немцами, которая шла уже три года. Для стран Антанты, воевавших вместе с Россией, предложение было неприемлемо. Они намеревались добить Германскую империю и ее союзников. Поэтому главы союзных миссий в Петрограде договорились не принимать предложения советской власти. В британском парламенте министр иностранных дел лорд Артур Бальфур от имени правительства Его Величества сделал официальное заявление. После падения временного правительства в России нет власти, с которой можно иметь дело. 6 декабря 1918-го Швеция решила разорвать дипломатические отношения с Советской Россией. Воровского предупредили, что он должен покинуть страну. Он предложил Ленину в ответ выслать из России всех граждан скандинавских стран. Но нарком по иностранным делам Георгий Васильевич Чичерин был против. Крупных дипломатов из этих стран в России уже давно нет. Остались рядовые сотрудники, которые полезны для поддержания хотя бы каких-то контактов с Западом. 30 января 1919 года советским представителям пришлось уехать из Швеции в пломбированном вагоне. Такая же участь постигла в ту пору и остальных, немногих, представителей советской власти за границей. Яна Антоновича Берзина, будущего полпреда в Финляндии и Австрии, попросили и Швейцарии. Якова Захаровича Сурица, будущего полпреда во Франции, из Дании. Воровский вернулся в Москву и был назначен заведующим госиздатом. Главное управление государственных издательств появилось 20 мая 1919-го в целях создания в РСФСР единого государственного аппарата печатного слова. Госиздат распоряжался всеми запасами бумаги, разрешал или запрещал открывать другие издательства. Таким образом устанавливалась монополия на книжное дело. В составе госиздата сформировали политический отдел. Работавшие в нем сотрудники именовались политредакторами и цензурировали поступающие к ним рукописями. Без визы политотдела госиздата книги не выходили. Секретарем политотдела стал Дмитрий Андреевич Шурманов. В гражданскую войну комиссар Чапаевской дивизии, восславивший Василий Иванович. Леонид Борисович Красин вспоминал. Мы все, работавшие с товарищем Воровским, привыкли его ценить не только как великолепного партийного работника, не только как одного из наиболее образованных среди нас марксиста, европейца в лучшем значении этого слова, владевшего всеми языками Европы, знакомого с социалистической и общественной литературой всех стран, но мы привыкли в нем ценить и великолепного, чистейшей души человека и лучшего товарища. Леонид Красин пользовался немалым уважением в Москве, потому что в свое время сыграл важнейшую роль в финансировании партии большевиков. Красин же занимался нелегальной закупкой оружия для большевистских боевых отрядов. Царская полиция его арестовала. Он сидел в таганской тюрьме, где сумел выучить немецкий язык, прочитал в оригинале всего Шиллера и Гёте. Красин был одним из немногих большевиков, которые понимали, что такое современная экономика и торговля. Поэтому Ленин привлек Леонида Борисовича к государственной работе. В 1918 году сделал наркомом внешней торговли. Шла гражданская война, и жизнь была очень трудной. Леонид Красин писал семье, оставшейся за границей. Народные комиссары питаются в Кремле в столовой. Семьи же их не могут из этой столовой получать еду. И потому Воровский, например, питается в столовой, а его жена и дочка пробавляются неизвестно как и чем. Купить же что-либо можно лишь за невероятные цены. Дипломаты вновь понадобились, когда гражданская война уже шла к концу. И всем стало ясно, что большевики одержали победу, и они единственная реальная власть в России. Настало время подписывать мирные соглашения с соседями. Воровский подготовил подписанный в 1920 году мирный договор с Эстонией, которое появилось на политической карте как самостоятельное государство. Ленин говорил тогда, капиталисты из всех сил мешали заключению мира Эстонии с нами. Мы их победили. Мы заключили мир с Эстонией. Первый мир, за которым последуют другие, открывая нам возможность товарообмена с Европой и Америкой. Вацлав, Воровский и другие советские дипломаты рассказывали иностранцам об огромных богатствах России. О прибылях, которые принесут концессии на разработку природных ископаемых. О выгодах двухсторонней торговли. На фоне послевоенного экономического кризиса Россия представлялась важнейшим рынком, упускать который не хотелось. И началась эпоха признания советской власти. Вслед за дипломатами, а то и вместе с ними в Москву потянулись деловые люди. Потребность во внешней политике сделала более заметную роль дипломатического ведомства. Но обустройство наркомата и иностранных дел оказалось непростым и небыстрым делом. ЦК партии принимал такие решения. Обязать Оргбюро ЦК в недельный срок усилить аппарат Народного комиссариата иностранных дел еще двумя-тремя очень вышкаленными и конспиративными партработниками. Для советских руководителей все было вновь. В протоколе заседания Политбюро записали. Указать Полпредом в Лондоне, Берлине и Риме на недопустимость такого положения, при котором Полпреда совершенно не информирует правительство о важнейших общественно-политических событиях на Западе. Политбюро видит в своих Полпредах основных осведомителей советской власти и обязывает их присылкой еженедельных информационных писем. Причем информация эта должна служить также показателем того, в какой мере сами Полпреды информированы в закулисной политике правительств в соответствующих странах. В 1921-м Васлова Воровского решили отправить Полпредом в Италию. Ближайший помощник Ленина в правительстве Владимир Дмитриевич Бордж-Бруевич вспоминал. Но Воровский и дочь его, выпив сырое молоко, заразились брюшным тифом. Их привезли в Кремлевскую больницу. Дочь его скоро поправилась, но Вацлаву Вацлавичу становилось все хуже и хуже. Наконец наступили критические дни. У него случилось внутреннее кровоизлияние, и он стал угасать. Почти не было никакой надежды на его спасение. Старший врач больницы Каннель и ее помощник, лечащий врач Вацлава Вацлавича Левин, вели в буквальном смысле слова отчаянный бой за жизнь Вацлава Вацлавича, вырывая его из когтей смерти. Он был без сознания, почти без пульса. И вот кровоизлияние остановилось, температура перестала падать. Влеснула надежда на то, что силы жизни победят. Воровскому повезло. За его жизнь боролись лучшие доктора. Александра Юльяновна Каннель была назначена главным врачом Кремлевской больницы по указанию Ленина. Профессор Лев Григорьевич Левин, который лечил высшее начальство, заведовал терапевтическим отделением. Бонч Бурьевич рассказывал. «Сто дней пролежал Воровский в Кремлевской больнице и, наконец, вышел из нее. Перед его отъездом в Италию мы дружески прощались с ним, и он дал мне свой портрет. Когда убьют или умру сам, можете любоваться на этого прекрасного молодого человека и сообщить потомству его замечательную биографию. Как всегда, шутя над собой, сказал он мне. Это была наша последняя встреча». Вацлав Воровский открыл постоянное представительство Советской России в Риме и добился подписания в 1921 году Итало-Советского торгового соглашения. И он всячески способствовал советской делегации, которая в 1922 году приехала на международную конференцию в Геную, что означало возвращение в мировую политику. И он помог наркому Чичерину провести в Рапалу переговоры с немецким министром иностранных дел Вальтером Ратенау, что коренным образом изменило политическую ситуацию в Европе. Но в Риме к власти пришли фашисты. В 1919 году Бенитто Муссолини создал итальянский союз борьбы, который превратился в фашистскую партию. В 1921 году Муссолини был избран в парламент, а в следующем году десятки тысяч вооруженных фашистов прошли маршем по Риму, требуя назначения Муссолини главой правительства. 8 мая 1923 года в Москве получили ноту маркиза Керзона, британского министра иностранных дел. Нота прежде всего требовала прекращения антибританской пропаганды в странах Востока. Керзон дал 10 дней на размышления. В Москве ультиматум отвергли. Не боимся буржуазного звона. Ответим на ультиматум Керзона. А через день, 10 мая 1923, швейцарской Лазанне застрелили в Аслову Воровскому. Эти выстрелы отозвались Советской России, как свидетельство враждебности Запада. Но кто стрелял в советского полпреда? Морис Конради, швейцарский гражданин, родился в Царской России, где его семья владела шоколадной фабрикой. После революции ее национализировали. В Первую мировую войну Морис Конради отправился добровольцем на фронт. Был ранен. В 1916 году окончил военное училище. После революции примкнул к одному из первых белых формирований – бригаде будущего генерала Михаила Гордеевича Дроздовского. Боевой путь отряда Дроздовского начался с карательных экспедиций. «Странная вещь, гражданская война», – записывал Дроздовский в дневнике. «Какое озверение вносят в нравы, какую смертельную злобой и местью пропитывает сердца. Жутки наши жестокие расправы, жутка та радость, то упоение убийством, которое не чуждо многим из добровольцев». В гражданскую противника, то есть собственных сограждан, ненавидели больше, чем в Первую мировую, немцев, чужих. Немцы еще могли рассчитывать на милосердие. Генерал Дроздовский, у которого служил море с Конради, принял на себя функции и прокурора, и судьи, и палача. Попавших в плен он расстреливал. Считал, что вправе и судить, и казнить. «Сердце мое мучится, но разум требует жестокости. Надо понять людей. Из них многие потеряли близких, родных, среди которых нет ни одного, не подвергавшегося издевательствам и оскорблениям. Но до всем царит теперь злоба и месть. И не пришло еще время мира и прощения». После смерти Дроздовского море с Конради получил повышение. Он служил адъютантом у Антона Васильевича Туркула, который принял дивизию Дроздовского и был произведен в генералы. В результате двух революций 1917 года офицерство утратило все и находилось в состоянии сильнейшего психологического стресса. Поэтому многие так страстно ненавидели большевиков. Переговоры, компромиссы, взаимовыгодные договоренности – все это даже не обсуждалось. Уничтожить врага под корень. Но и среди них Антон Туркул отличался особой жестокостью. Когда нацисты пришли к власти в Германии, генерал Туркул изъявил желание служить Адольфу Гитлеру. Во Вторую мировую воевал на стороне нацистов. Но после разгрома Третьего рейха наказание за коллаборационизм избежал. Жил в Западной Германии. Вот кто был идеалом для Морриса Конради. На суде Конради рассказал, что его дядя, тетя и старший брат были расстреляны чекистами. Отец умер в тюремной больнице. Он мечтал отомстить большевикам. Вацлав Воровский не служил в ЧК и не имел отношения к красному террору. Но швейцарские адвокаты построили защиту Морриса Конради на рассказах о преступлениях большевистского режима. Процесс по делу убийцы Воровского превратили в суд над Советской Россией. В Москве поручили наркома просвещения Анатолию Васильевичу Луначарскому совместно с наркомом по иностранным делам Георгием Васильевичем Чечериным составить список беспартийных профессоров, которые поедут на процесс для дачи отзывов о Советской России. Выделили на это деньги, поручили разведке подобрать материалы о враждебной деятельности эмиграции. Но 14 ноября 1923 года присяжные пришли к выводу, что Моррис Конради действовал под давлением обстоятельств, проистекших из его прошлого, и оправдали обвиняемого. Убийца вышел на свободу. Вдова Вацлава Воровского умерла через две недели после вынесения приговора. Она так и не оправилась после тяжелого нервного потрясения. Советское правительство разорвало отношения со Швейцарией, объявило ей бойкот и запретило въезд в СССР всем швейцарским гражданам, не принадлежащим к рабочему классу. После суда Моррис Конради спокойно жил в Лозане. Потом переехал в Париж, где завербовался во французский иностранный легион. Это место для наемников по профессии и образу мыслей. Информация о его смерти появилась в газетах в 1931 году. Однако в реальности он вернулся в родную для своей семьи Швейцарию и умер 7 февраля 1947 года. История показывает, что террор не приносит ожидаемого эффекта. После убийства американского президента Авраама Линкольна в апреле 1865 года знаменитый английский политик Бенджамин Дизраэли сказал в британском парламенте, покушения на государственных деятелей еще никогда не меняли историю мира. Но это мы знаем, что у террористов ничего не получится. А они не живут так долго, чтобы убедиться в тщетности и бессмысленности своих кровавых усилий. Но им на смену приходят новые поколения боевиков. Васлав Боровский, памятник которым вот уже сто лет стоит на пересечении Кузнецкого моста с Лубянкой, увы, не последний дипломат, который будет убить террористов. Кузнецкого моста